Девушки отдыхают Радиослушателей негативную реакцию, причем у хороших радиослушателей Это хорошо, значит, это правильно, то есть она вызывает негативную реакцию Когда мы начинаем говорить о перспективах, о возможности вхождения в Белый дом Байдена И о том, что может произойти в этом случае И люди меня обвиняют, или не меняют, но у кого-то обвиняют в том, что вот вы сдались, вы не боретесь Но ведь есть хорошая русская поговорка на этот счет Есть, называется так, я думаю, надо надеяться на лучшее, а готовиться к лучшему, правильно? Совершенно верно Кроме того, сани готовь когда летом, по-моему Да, сани летом, да, телегу зимой Так вот, совершенно справедливо, нужно рассчитывать на лучшее, а готовиться к худшему В связи с этим, что вы думаете, если вдруг, не дай, конечно, Бог, произойдет, что Байден въедет в Белый дом? Вот как будут развиваться? Как раз наоборот, надо думать по этому поводу И думать очень серьезно Потому что, ну, явно предстоят серьезные перемены И нужно понимать, каким образом к ним, если не готовиться физически, не знаю как, то, по крайней мере, морально И представлять себе, что может произойти Значит, первое, что я могу сказать, что во время предвыборной кампании борьбы внутри партии Все те люди, которые выбирались и пытались выбираться от демократической партии Они все дальше и дальше и дальше уходили влево по очень такой интересной причине Дело в том, что всегда есть какая-то активная часть электората И вот у демократов она оказалась как раз, так сказать, в том районе, где находится Берни Сандерс Ну, скажем, Александра Оказия-Кортес там и же с ними Это такие, так сказать, безумно башенноголовые А кроме того, за ними было достаточно большое количество денег, которые снабжали люди типа Сороса У меня нет, я знаю, что Сороса, да, кто еще, я не знаю Которые вливали деньги в развитие таких организаций, как Антифа, Black Lives Matter Там, так сказать, как она называется Там еще, так сказать, пару есть Есть такая, так называемая, зольтиковая организация Я сейчас забыл на секунду, как она называется В которую входит приблизительно 150 организаций черных революционеров По всей стране они контролируют очень большой поток денег, который идет от всяких Соросов Поэтому, значит, вот эта вся и наемная, эта наемная часть, так сказать, таких коричневых рубашечников Чернорубашечников, куйвоебинов, я не знаю, там, комсомольцев Гитлер-Юген, называйте, как хотите Она, так сказать, могла каким-то образом влиять, мешать или, наоборот, помогать демократам А во-вторых, вот эта, так сказать, уже организованная, воспитанная в колледжах В high school, в колледжах, в университетах Воспитанная и профессурой, и газетами, и журналами, и средствами массовой информации Группа, которая, так сказать, идеологически требует Они еще копейки сами в обстанном не заработали То есть честным трудом, что называется Но они, значит, требуют, чтобы богатые На двух стульях, как говорил Ленин, тебе не нужно сидеть Те хватит одного стула, у другого нет ни одного Поэтому мы имеем право прийти, отнять у тебя стул Потому что кому-то другому нужно Вот у них, как бы, такая, так сказать, психология, философия И это и оказалось самым активным и самым таким мощным движением Внутри демократической партии И все боялись, что этим людям пойти наперекор И поэтому Байден, в том числе, он там позволял все следующие высказывания У него там, скажем, во время какого-то таунхолла У него женщина спросила Вот моя дочка, ей 8 лет Она, значит, говорит, что она не девочка, а мальчик И она хочет стать мальчиком Имеет ли право, с вашей точки зрения, ребенок сам решить В 8 лет, значит, переделывать ему, значит, его там пол С женского на мужской, с мужского на женский На что Байден ответил Конечно, имеет право Вот То есть, всякие такие заявления он делал Я не буду сейчас много заявлений Его давать, потому что, так сказать, все слышали Но он делал эти заявления Я думаю, не потому что Он-то сам, ну, такой, так сказать, типичный Богатенький плантатор С российскими взглядами С готовностью поменять любые взгляды на что угодно Когда он, когда ему нужно было Он требовал, чтобы белые и черные не учились вместе Потом был автором законопроекта Запрещающим возить в школы на одних и тех же автобусах И вот знаменитое высказывание о том, что Если, значит, возить вместе и потом в одни и те же школы Пускать черных и белых То будет не школа, а зверинец Или там джунглей То есть, он всячески Ну, этот человек, который вот на этом делал карьеру Его наставники, его друзья И вот, так сказать, эти прочие-прочие Они такие расисты Подозреваю, что антисемиты Известна его стычка с Минахиевым Бегеном С Бегеном или с тем самым Да, ну, неважно Помогли, так сказать Кто же, каком-то году Это было довольно давно уже Поэтому это скорее... Ну, хорошо, ладно, неважно Не буду лезть в это раз Раз забыл подробности Значит, то есть Он пошел-пошел-пошел влево Просто потому, что, так сказать, судьба так показывала Гнулся он в ту сторону, в которую надо И достаточно случайно выиграл Достаточно случайно Никто не предполагал, не рассчитывал Не имел в виду его, так сказать Даже его бывший босс Обама Не стал его индорс, что называется Потому что, ну, никто не верил, что он В его, так сказать, не совсем годы И не совсем адекватное здоровье И не совсем адекватное, так сказать, мышление И не будучи вообще никогда человеком, так сказать Особо умным И много раз, как писали, так сказать, журналисты В свое время Сколько раз он делал, значит, всякие предложения По поводу международной политики Столько раз он ошибался Ровно, столько же Значит, история показывала, что он ошибался каждый раз То есть, человек, который вот пришел на гребне Вот этой вот самой волны Отберем, мы разрушим ваш старый мир А на обломках самовласти Может быть, когда-нибудь начнем что-нибудь строить Но потом, так сказать, ему надо было откатывать Потому что было понятно, что такие заявления Не принесут у многих голосов избирателей И он стал откатывать Так вот, значит, что сейчас Из самого интересного, что сейчас происходит Это то, что, скажем, так сказать Вот левое-левое-левое звено Те, которые называют себя Демократические социалисты Отбросьте слово демократические Социалисты Бывают разные социалисты Одни хотят такого социализма, как в СССР Другие хотят такого социализма, как в Германии В нацистской Национальный социализм Который, так сказать, предполагал, так сказать Фашистскую теорию Имущество, а не отъем имущества у населения То есть, они социалисты Которые там хотят Как можно больше отобрать Как можно больше распределить И часть, чтобы прилипла к их рукам Так вот, под командованием АОС Александра и Указио-Кортес Начались уже бурные собрания Митинги Требования На которых они кричат Мы не дадим Байдену Уйти От обязательств Которые он нам дал Из-за чего мы и стали за него голосовать А их обязательства Это Закончить Фракинг Практически Заморозить Любые новые разработки Нефти, газа, угля Отнять лицензию Как можно большего количества Производителей угля, газа, нефти А полностью запретить На так называемых Федеральных землях На океанах Внутри На Аляске И т.д. Значит, то, что Трамп разрешил То, из-за чего страна стала Самым большим в мире Производителем Энергоресурсов Они хотят Начать перемещать Бедных детей Как они говорят Но имеется ввиду Все бедных людей В богатые районы То есть, они хотят Разрушить систему Зонинга И похоже, что Два Байда на это пойдет Потому что Камала Харрис Уже сказала Что они будут этим заниматься Что значит Разрушить систему Зонинга Все те, кто живет В кварталах Которых, скажем Не разрешено строить Многоквартирные дома Или там Не разрешено фабрики Там заводы И прочее Просто знайте Что Мало того, что Будет разрешено строить Многоквартирные дома Еще и тем Кто будет там строить Многоквартирные дома Для бедноты То есть Самые Самые Легкие В постройке Самые Что называется Простые Типа Projects Если кто-то Ездил в нее Я думаю, что в Чикаго Тоже есть Да, конечно Есть Projects Да, естественно Типа Projects Может не стоэтажные Но по крайней мере Четырех, шести Восьмиэтажные На сто квартир На шестьдесят квартир И вот в центре Suburbs То есть предместья В которых Вы, господа Покупали дома Потому что Таким образом Вы уходили от тесноты Вы уходили от Криминалитета Вы уходили от Драгс Вы своих детей Вывозили из мест Которых они не могут Гулять Ездить на велосипедах Сейчас там будут Строиться Государство будет Это очень субсидировать Выкупаться Участки И строиться Там на квартирные дома Куда государство Будет переселять Ну скажем Пьяниц Наркоманов Людей Которые только что Вышли из тюрем Многодетных матерей Которые пять детей Четырех отцов И т.д. и т.п. Ну и сразу же За ними Конечно приходит Гангс Перестрелки Наркотики Пьянство Закрытие дверей Необходимость Ставить железные решетки Тому подобное Тому подобное То есть это будет Реальностью Поэтому думайте По этому поводу Теперь значит Следующее Что они требуют Сделать Это Есть программа С которой Три человека Которые будут Обязательно В правительстве У Байдена Это Камала Харрис Вице-президент Букер Сенатор Который Либо будет Просто в правительстве Либо будет Руководителем Комитета При Байдене И тому подобное Потому что у него Была такая Обширная программа По борьбе с нищетой Они все очень хотят Бороться с чем-нибудь Для того чтобы Большие деньги Кузна что выделяла На это На поток Они тут же садятся Что называется На трубу И начинают Отцасывать от него И третий человек Это Бет Урор Который Тоже будет Будет он Очевидно Не знаю в какой должности Он будет заниматься тем Что он будет Планомерно отнимать Оружие у населения У них следующие планы Они сначала Хотят ограничить Количество оружия Скажем Не больше Восьми Или шести Не знаю Там есть куча людей У которых большие арсеналы Потом они хотят Заставить Очень дорогостоящие Сейфы Чтобы люди покупали И встраивали Чтобы якобы Дети не могли достать А потом Они хотят Значит Налоги Начать На оружие Причем Чем более Скорострельное Но тем больше Налогов будет Ну и в финале Они когда Они все это На нас Нагрузят Они будут Предлагать Выкупать Оружие У населения И когда Народ должен Тратить Очень много Денег И у них И денег нету И нету денег На сейф И нету денег На налоги И прочее И прочее То я думаю Что достаточно Много людей Скажет Черт с ним Отдам я свою пушку Или пистолет За тот Я не буду Него когда-то Заплатил То есть Это будет Полномерное Отнятие оружия Населения А как вы Все знаете Это Не обязательно Ведет Но во всех Тех случаях Когда Узурпаторы Типа там Гитлера Мао Цзэдуна Сталина Чаушеску Полпота И тому подобное Перед тем Как они Большие Вводили реформы Когда отстреливали Треть населения И сажали в тюрьму Они до того Отнимали все оружие Чтобы не бояться Приходить по утрам Арестовывать людей Чтобы их не встретился Что называется Градпуль От тех Кто от них Будет отстреливаться Значит Вот такие вот Программы Они собираются Принимать Одновременно С этим Произойдет Наверное Самое большое В истории Америки Увеличение Налогов То есть Они просто Отменят Все то Что Трамп дал И Думаю Еще Придумают Еще что-то Дополнительное Потому что На все те программы Которые они Собираются делать Нужно Огромное Количество Денег Денег Брать Совершенно Неясно Потому что Ну Всем понятно Что если просто Печатать деньги Это будет Инфляция Если занимать Деньги У Китая То в какой-то момент Китай Перестанет давать Эти деньги Либо Потребует Что-то Взамен Что ему Наверное Дадут Потому что Боролись Не с Китаем А с Трампом С помощью Китая Очень Похоже По крайней мере Китайских денег Там и тому подобное Значит Нэнси Пелоси Скорее всего Уйдет со своей должности Потому что Она Того На что Они рассчитывали Того Что Надеялись Все средства Массовой информации Которые Называли Голубая волна То есть Сметет Мол Голубой волной Огромное количество Людей Из Конгресса Республиканцев Из Сената И они Все получат Ну вот В Конгрессе Они правда Остались в большинстве Но это большинство Значительно сократилось Как минимум Пять А возможно Семь или восемь Новых Людей Попадут В Конгресс Республиканцев Причем Это Женщины Черные Зеленые Испанки Мексиканки Кто угодно Так что ГОП Республиканцы Становятся Более разноцветными Думаю Что Трамп В этом Как бы Так сказать Вот Приложил Большую руку Что Так сказать Его Прагматичная Философия Стала доходить До большего количества Людей Люди Перестали расцеливать Как они раньше Это демократы Это Значит Республиканцы Они за Капитал Демократы Они за Рабочих Поэтому Работающих Мы будем платить Значит Что еще Интересного Произойдет Значит Когда придет Значит Байден А Вот что еще Интересно Дело в том Что Я там Не заболтался Отвечая Ничего Не замечательно Все Несколько дней Тому назад Наш сосед Трюдо Канадский Произнес Очень интересную Речь Который Значит Он как бы Поздравлял Себя И Канаду С тем Что наконец Пришли Адекватные Люди С которыми Они смогут Работать И Европа Сможет Работать Демократы И Произнес Несколько Ключевых Слов Типа Значит И начнется Надо И мы сможем Начать работать На давно Запланированном Грейт Ресет Грейт Ресет Это Великая Перемена Великая Перемена Я уже Участвовал Несколько раз В Великих Переменах Но мне Совсем Больше Не хочется Значит Сразу После Его Речи Несколько Миллионов Человек А потом Это увеличилось До десятков Миллионов Пошли В Гугл Искать Что это Такое Должен Сообщить Что Великая Перемена Это Идея Такого Человека Который Наверное Сегодня Не имеет Аналогов По влиянию На Главы Государств На Политику Государств И прочее Которого Никто Из вас Наверное Скорее Если вы не знаете Клаус Шваб Клаус Шваб Ему 82 83 Года И он 30 с лишним лет Тома назад Организовал В Давосе World Economic Forum Который Собирается Раз в год И Так Со стороны Его называют Тусовкой Биллиардеров С головами Государств На самом деле Это все Значительно Более серьезно И Они уже Стали членами ООН Там Так Эта программа ООН Они получили Деньги на них И они там Разрабатывают Как говорит Клаус Шваб Четвертую Индустриальную Революцию Которая Должна Привести Вот к этому Самому Great Reset Значит Мощным Мощным Потрясающим Переменам Перестройка То есть Ага Вот Great Reset Это Великая Перестройка Боже мой Ужас Какой Вот Значит В чем Основная Идея Этой Великой Перестройки Вот Клауса Который Приветствовал Сейчас Господин Трюдо И По дороге Выдал Всех своих Что называется Подельщиков А именно Основных Руководителей Европейского Союза Мы уже знаем Кто это Германия Франция Бельгия И тому подобное Кстати И Англия Тоже Что меня Немножко Удивило Но потом Я стал Копаться В биографии Джонсона И понял Что там Не все Так просто Как нам Казалось Не все Так Капиталистически Как нам Казалось Значит В чем Смысл Всего Происходящего Зачем Это нужно Делать Дело В том Что Руководство Мировое Руководство Будет Стремиться Привести К следующим Трем Не Наш Мир Значит К 1935 году Написано В программе Great Reset Клауса Шваба Ни у кого Из нас В развитых Государствах Не должно Быть Имущества Пожалуйста Не решите Что я сумасшедший Значит Это там Так написано И поддерживают Все главы Европейских Государств Плюс Канада Плюс Байден С его людьми Значит Второе У Ни у кого Из нас Не будет Денег Я хочу Чтобы это Осело У вас В голове У нас Не будет Ни имущества Ни денег А как же Мы будем жить А А мы будем Пользоваться Мы будем Снимать А как Мы будем Снимать А будут Электронные Деньги Которые Никак Не связаны Ни с С продуктивностью Ни с чем Вот нам Будут Начислять Электронные Деньги И вот Мы за Электронные Деньги Будем Каким-то Образоваться Богатствами И всем Нам не Нужно Будет Вкладываться Нам не Нужно Будет Ничего, просто пользуюсь и все. Теперь вопрос сразу же... А, еще и третье не. У нас не будет больше к 35-му году выбросов газа в атмосферу. То есть, иными словами, мы перестанем пользоваться нефтью, мы перестанем пользоваться углем, мы перестанем пользоваться газом и не будем ничего делать, что, так сказать, не связано на улицах нашего города, за городом, на электростанциях и тому подобное. То есть, все, вот это три не. Не будет имущества, не будет денег, и не будет загрязнения атмосферы. А пока не лезешь вглубь этих идей, то как бы, ну, очень хорошо. Значит, что такое не будет имущества? У меня не будет имущества, а то я могу снимать. Да, ну, может, это и лучше. А чье будет имущество? Будет ли оно принадлежать государству? Ну, это мы уже проходили, правильно? Если это государственное, значит, ничего. Значит, если не украл, то ты дурак. А потом зачем о нем заботиться? Да, сломал, там, плюнул, там, сделал все, что угодно, перешел в другое. Уехал с этого, перешел в другое. А если оно не принадлежит государству, а принадлежит кому-то, то это значит, что все-таки есть кто-то, у кого есть имущество. Какие-то, может, корпорации. И вот тут сразу же, так сказать, возникает идея, что они не имеют в виду отобрать и забрать это государство, скажем, да? Они имеют в виду отобрать все это и отдать вот в эти межнациональные, огромные, там, корпоративные какие-то устройства, которые уже не имеют отношения к какой-то конкретной стране, не борются там за ее независимость, не хотят поддержать никаких. И самые интересованы в том, чтобы глобально одинаково развивать, так сказать, вот, скажем, весь индустриальный мир, а потом, так сказать, прибавляя к нему, если весь индустриальный мир перейдет, то потом, естественно, все остальные тоже, так сказать, упадут, да? То есть, они будут нам все это предоставлять, а мы будем за это им платить. То есть, организовываются, так сказать, два лагеря. Один лагерь огромный, 95% населения, я не пытался оценивать, я хочу просто, чтобы вы поняли. И эти 95% теперь становятся арендаторами всего, у них не будет денег наличных, они не могут купить имущество, они не могут никуда вложиться. Вот все, что у них есть, это, вот они живут, проживают это снова, так сказать, как только государство или кто-то хочет их этого лишить, значит, оно лишает, и бум, у тебя больше ничего нет. Значит, а какие-то 5%, скажем, населения будут принадлежать к закрепленской стеной, у них будут там свои больницы, свои магазины, свои березки, свои там столовые коммунистические, там что-то еще, и у них будет какая-то другая жизнь, естественно, что мы будем видеть другую и прочее, но вот за какую-то там проволоку мы, наверное, въезжать уже не сможем куда-то. Там будет рай, здесь будет там что-то другое, или, хочу сказать, ад, ну, какое-то такое усреднение на уровне, так сказать, жизни человека, который хорошо живет в Гватемале. А вот приблизительно то, что, значит, нам готовят наши господа глобалисты, то, к чему они стремятся, то, о чем они мечтают, я думаю, что у них самые лучшие побуждения в голове. Ну, как вот у Сталина были самые лучшие побуждения, у Джиликидзе, у Дзержинского, да, у Кимирсена, у Ченкаши, кстати, было все в порядке. Вот такие вот у нас соображения, и я думаю, что пора нам уходить на перерыв. А после перерыва я с удовольствием приму звонки по этому поводу. Давайте не будем про выборы сегодня, я уже больше не могу. Единственное, хотел сказать, что вот, наверное, люди, которые слушают нас, и которые голосуют за Байдена, за демократов постоянно, ну, поколение нашего возраста, может, чуть моложе, они про себя говорят, ну, какую-то хрень несет вообще, непонятно. Господа, я сказал, сто процентов то, что, если вы умеете читать по английски, естественно, если не умеете, тогда, конечно, я хрень несу. Но если вы умеете, то зайдите в программу А, значит, AOC, Б, Камала Харрис, В, Букера, Г, этого самого, с оружием, какого, Рорк, вот, и самое последнее, это речь о Трюдо по поводу Great Reset. Не отзывы о речи, их очень много, а доберитесь до текста самой речи. Вот я его прочел, выпал в осадок, и, так сказать, теперь рассказываю вам. Так вот, они примерно говорят то же самое, но, к сожалению, вот эти идеи вдалбливаются в мягкие головы молодежи, которые сейчас учатся в школах или в университетах, и они их в себя впитывают, и они уже к этим... Это другое, Сережа. Нет. Значит, я сейчас пытаюсь донести... Ты спросил вопрос, я понимаю, что говоришь. Ты спросил вопрос, и я честно пытаюсь ответить. На что нам рассчитывать? И рассчитывать надо на худшее. Это самое худшее, и рассказываю. Готовиться надо к худшему. Хорошо, Леон, давайте мы сделаем перерыв, буквально несколько минут, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу «Голос здравого смысла». «Голос здравого смысла», телефон студии 847-400-5200. И давайте попробуем принять первый звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Если следовать зеленому курсу аварии Кортес, Харрис и Трюдо, то все предприятия должны будут самоликвидироваться или же перебраться в Китай, и скотина должна быть забита, то откуда эти ребята возьмут средства для обеспечения миллионов-миллионов людей в нашей стране? Спасибо. У меня есть этот же самый вопрос к ним. В этом же и проблема. Читаешь эти бредовые идеи. Но это не просто бредовые идеи. Поговорите с молодежью, они с пеной в голосе кричат, что вот вы увидите, сейчас придет Байден, и будет все намного лучше, чем жить, чем с Трампом. Они, например, говорят, Байден собирается перестраивать, на полном серьезе собирается перестраивать два миллиона офисных зданий в США. Зачем перестраивать, чтобы применять отопительную и охладительную систему с той, которая базируется сегодня на ископаемых, на ту, которая будет базироваться на renewable energy. И сразу же таким образом у нас образуются 25 миллионов рабочих мест. Я сейчас преувеличиваю какое-то количество. То есть, они тут же 10 миллионов, 5 миллионов. А на ошарашенный вопрос вообще у Байдена и его людей не спрашивал ни один журналист этих вопросов. А когда те, которые пытались это спросить, приближались, их отгоняли и давали им задавать вопросы. То есть, на вопрос. Ну, хорошо, вы организуете эти рабочие места, а кто их будет оплачивать, если это все коммерчески не будет иметь никакого смысла? Ответ у них, когда что-то похожее, они спрашивают следующий. А сколько стоит человеческая жизнь? А сколько стоит существование планеты? А как вы смеете вообще говорить о деньгах, когда речь идет о жизни наших детей и внуков? То есть, вот когда это произносится, понятно, что никакого разговора быть не может. Поэтому ответить на ваш вопрос я не могу. Я бы с удовольствием задал его Камале, Байдену, Букеру, который тоже автор нескольких программ, связанных с такой вот переделкой государства, на зеленую энергию. А я читал, опять, я не специалист, но я читал достаточно серьезных людей, которые говорят, чтобы для того, чтобы полностью поменять нефть и газ в Америке на солнечную энергию, ну, понятно, что ветряки они достаточно мало дают. Во-первых, мало мест, где можно их ставить, во-вторых, они мало дают. А солнечная энергия, то нужно покрыть приблизительно 20% территории США солнечными панелями. Ну, если представляете, что такое 20% территории США? Ну, то есть, это предятие для того, чтобы взять власть, для того, чтобы разрушить, для того, чтобы направить огромные потоки денег куда-то, вывезти их за границу или на что-то, на что можно их дербанить. Ну, это называется распилить бюджет. Больше ничего это не называется. Неужели кто-то думает, что есть хоть один человек, может, Байден, не знаю, не думаю, который думает о благе нации, а не о своем кармане? Ну, Байден, по-моему, доказал, что он думает о своем кармане, а совсем не о благе нации. Наоборот, с моей точки зрения, он готов был продавать нашу нацию сколько угодно раз за благо, которые поступали ему, его сыну, его брату, и, так сказать, в семью, что называется, да? То есть, нормальная криминальная семья, все на продажу, Родина, страна, честь и тому подобное. — Добрый день, пожалуйста, в эфире. — Алло, добрый день. Знаете, мне немножко, как бы, чуть неприятно слушать. Я объясню, почему. Потому что, знаете, у людей сейчас и так очень много страха, тоски. Вот. И если... А я не верю, конечно, что победит Байден, и тогда мы будем говорить об этом после 20 января. А сейчас нужно рассказывать на самом деле то, что происходит, то, что, допустим, вчера Сезон Бенн сказал, как люди в, это, двое в нюроках, вот, которые держали лайн. Люди держали лайн. Они, представь, много часов, потому что будет пересчет нюрок, вы знаете. Прямо была трансляция по скриму, была трансляция 8 миллионов юбок. Сегодня выступил с Аризона технии, Джиапи, Алло, вы меня слышите? Да, сказал, что в любом случае мы проголосуем наши выборки, проголосуем за Трампа. Понимаете? И так хватает всего того, что у людей есть. Просто надо держать лайн. Я понимаю, просто вчера тоже, опять говорю, я когда вас вчера слушал, да, я не хочу вам обещать ничего, понимаете, не хочу обещать. Потом будем говорить, если это произойдет. Но сейчас надо говорить совсем о другом. То, что происходит, как раз реальность, и которая есть реальность, которая... И я верю, что Джорджи тоже проголосует выборочек за Трампа. И то, что недаром сегодня Трамп встречался с представителями в Мичигане, тоже будут, тоже они проголосуют, и, значит, что тоже не будут. Вот это уже вещи видим рассказывать. Люди не имеют информации, не знают. А не то, что что-то произойдет когда-то, когда-то. Через два месяца об этом говорится. Спасибо. Ну, вот это то, о чем я говорил. народ ждет. Я, кстати, совершенно не согласен с позвоночником. Я очень хорошо понимаю его позицию, и я как бы согласен с идеей, но я не согласен с тем, что людям не надо рассказывать, что будет. с моей точки зрения, вот то, что когда мы это говорим, мы показываем им, что сдаваться нельзя, потому что разговор идет не о том, что ну ладно, пришел другой президент там пересидит, да, а разговор идет о том, что нам собираются устраивать перестройку. Надо очень серьезно к этому относиться, доносить эту информацию до всех. Я очень буду рад, если там два десятка, три сотни человек, которые нас сегодня слушают, залезут, загуглят этого самого Трюдо, и будут ошарашенно рассказывать своим друзьям, детям, знакомым, о том, что нам предлагается. Потому что наши молчат тряпочку, а он там спокойно сидит и говорит, присоединяется Америка к тому, что мы уже давно планируем вместе с Европой. Сорос, произнося речь в 2000 году в Нью-Йоркском Нью-Университете, сказал фразу, которая меня совершенно ошарашила. Он сказал, на пути к счастью всего человечества на самом деле сегодня стоит только одна препода. Она называется Соединенные Штаты Америки. Вот, ребята, они сегодня решили, что они ее устранили. Мы должны стать такой преподой и такой заносой, чтобы ни в коем случае они нас не устранили. Мы должны понимать, во что игра идет. Игра идет не в то, чтобы, ну ладно, сейчас 4 года будет демократом. Игра идет в том, что нам устраивают, как они говорят, great recess. То есть, еще раз, это, ребята, господа, великая перестройка. Великая перестройка. Вы вдумайтесь, когда это говорят. Да? Вот это говорят тогда, когда нам нужно затуманить, задурачить мозги, потому что у нас опять собираются что-то отнять. А что у нас можно отнять? Две вещи. Свободу? Раз. И имущество? Два. Больше у нас ничего нет. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Речь идет не о будущем. Речь идет о том, чтобы разрушить страну и открыть путь исламу во всем мире. Спасибо. Ну, я не уверен, что Камала Харрис, она исламистка, так сказать, ну, заплатят мусульмане Байдену там или его сыну. Наверное, он станет мусульманином, а так нет. Нет, это, ислам, это одна, один из способов. В какой-то момент вот эти социалисты, глобалисты решили, что исламистов не переделать, и они могут их привлечь на свою сторону, только пообещав им, что они все остальные религии уничтожат. Так что, это союз, это не ислам главенствующий и для него все очищают, а это те, кто, так сказать, они пытаются использовать все, что угодно, расу у черных, веру у мусульман и тому подобное, для достижения своих целей. Цель у них очень простая, разделить человечество на две части, сделать кассу неприкасаемых и кассу, не знаю, когда будет еще называться. Как я уже сказал, одна будет 95% в человечестве, скорее всего, мы, господа, все будем принадлежать к ним, а другая будет 5% и будет жить в раю. Коль скоро вы упомянули Харрис и в первом сегменте вы упомянули о том, что Обама не поддерживал Байдена, это действительно так, потому что Обама на самом деле поставил на Харрис. В самом начале, именно поэтому он не поддерживал Байдена. Но когда после того, как Харрис выбыла из гонки, даже на праймарис, не получив ни одного голоса и не сумев собрать в свою казну хоть какие-то деньги, то есть она совершенно оторванная, даже демократы не поддерживали ее, то есть она настолько влево, что демократы ее не поддерживали, но это проект Барака Обамы. Так вот, он нашел способы, каким образом поставить Харрис в Белый дом. После того, как остались там Воррен, Клабучар, Бутеджич, Сэндерс и Байден, во время последней решающей, вернее, схватки, где Клайборн поддержал Байдена и вытащил его из ямы, из абсолютной ямы, его компания была полностью разрушена. Обама звонил лично каждому из этих кандидатов лично. Он звонил Клабучару, он звонил Бутеджу, он звонил Воррен и он просил их драпнуть. Ну, правда, Воррен держалась до последнего, потому что они были заинтересованы в том, чтобы они оттянули голоса от Сэндерса. А всех остальных Обама им отдал приказ выйти из гонки. Это факт. То есть за всем тем, что происходит, стоит 44-й президент. Ну, во всяком случае, что касается избирательной кампании и выборов, стоит 44-й президент. Человек, который пообещал нам 10 лет, там, 12 лет назад кардинально изменить Соединенные Штаты Америки. И эта идея, он еще молод, он еще полон сил. Это вообще в истории впервые, когда президент, после того, как отбыл два срока, не покинул Вашингтон, остался там и продолжает бороться с американцами, с американскими традициями и вообще с этой страной. Так что все как бы по полочкам разложено, все точки соединены. И когда он не поддерживал Байдена, понятно почему, потому что хотел Хэррис, и почему выдвинули Байдена, и я, честно говоря, у меня есть уверенность в том, что даже если Байден, не дай бог, войдет в Белый дом, это будет совсем ненадолго. То есть человек либо по доброй воле... Ну, есть ситуация, когда де-факто ты не президент, а де юро ты президент. Вот, есть серьезный вариант того, что они протащат Байдена до выборов в Движутске 2022 года, тогда, и он через день после этого, что называется, передает Харрис с браздой правления, тогда Харрис не является выбранным президентом на остаток срока и может еще два раза баллотироваться. Так что, так сказать, возможно, они такое сделают. Либо, если его жена будет, Байденовская, очень лезть и пытаться, так сказать, мешать им руководить, то Байдена выкинут, отдадут в комиссию, которая установит, что у него там то ли шизофрения, то ли там деменция, то ли что-нибудь еще и т.д. Да. Ну, при любом раскладе, при любом варианте, на самом деле, как бы его задача протащить в Белый дом, ему определили такую задачу, протащить в Белый дом леворадикальную Камалу Харрис и на этом его функция будет исчерпана, если будет себя вести мирно, спокойно, возможно, просидит какое-то время, а если начнет вдруг почувствовать себя президентом, вдруг ему приснится, что он президент и глава страны, и он может действовать самостоятельно, они найдут способ, чтобы убрать его из Белого дома. Вот примерно такая ситуация мне видится. Это в том случае, если, не дай бог, он войдет в Белый дом. Но на самом деле, я еще раз говорю, не все потеряно, борьба предстоит неимоверно сложная, потому что бороться Трампу приходится не против Байдена, ему приходится бороться против всех средств массовой информации, которыми владеют всего шесть корпораций. Шесть корпораций владеют девяносто девятью процентами средств массовой информации. Ему приходится бороться против Академии, против Голливуда, против ЦРУ и ФБР. К сожалению, вынужден об этом говорить. Ну, а пока следующий звонок. Добрый день. Полностью согласен с вами, что все сводится к тому, чтобы остался Обама. Спасибо. Может быть, не физически, но, во всяком случае, идеологически. То есть, продолжить дело Обамы по разрушению. У Сороса есть сын, который тоже, так сказать, с Камалой два с лишним часа разговаривал, а потом Кивнула сказал, что да, они тоже утверждают ее. То есть, там свои заморочки, там не то, что один король есть, там несколько человек, несколько организаций, которые, так сказать, в свое время фонд Клинтона в глобальной инициативе поддерживал не как раз Харрис, а Орен. Ну, они проиграть проиграли, но они серьезно связаны с фондами всеми Сороса, и поэтому, я думаю, что они тоже в игре. Там много чего интересного происходит за кулисами, чего мы не знаем, никогда не узнаем, там и тому подобное, и никогда не узнаем, можем только догадываться. Я даже думаю, мы же догадываться даже не можем. Вот, но то, что нам навязали что-то, что мы точно не хотели, вот Сергей абсолютно точно описал, Камалу Харрис не хотели даже демократы, даже в Калифорнии, в ее родном штате. Она не получила ни одного голоса, она по опросам в Калифорнии, где она жила и работала всю свою жизнь, она получила 2% от демократов, и тем не менее, они сделали ее де-факто президентом. Ну, а чем все это может закончиться? Вы довольно красочно все описали, и я думаю, что... Я даже не знаю, что думать по этому поводу. Ну, первое, это надо отвоевать Сенат, который может, в общем, защищать нас от глупостей всяких, и от того, что Сенат может нас защитить от того, чтобы не набили 15 судей, то есть дополнительных 6 демократических по велению сердца судящих, судей Верховный суд. А потом надо, естественно, делать все возможное для того, чтобы посылать деньги, например, хоть 5 долларов, хоть 10, потому что у Трампа и у людей очень мало времени, и чем больше людей они могут нанять, там огромные расходы, они требуют пересчеты, мы говорим, только и хорошо, мы пересчитаем, это будет вам стоить 8 миллионов долларов, и т.д. То есть, кто живет в этих штатах, может быть, предложить свою помощь физическую, поднести что-то, посчитать что-то, сделать что-то, отвезти и тому подобное. То есть, я надеюсь на то, что мы, эмиграция, которая меньше всех других эмиграций участвовала в политической жизни, в какой-то момент проснемся, и начнем говорить, мы не хотим нашим детям того же дерьма, в который мы сами были, окунулись, потому что наши там прапрадеды или там кто-то еще не смогли выставить против коммунистов. И, кстати, впервые, во всяком случае, современную историю, выходец из бывшего Советского Союза женщина с Украины была избрана в Нижнюю Палату Конгресса США. Это впервые произошло, во всяком случае, на моей памяти. и это говорит о том, что все-таки выходцы из Советского Союза некоторые проявляют действительно активность. Это одиночки. Одиночки всегда были. А вот так массово наша эмиграция считается самой неактивной эмиграцией за всю историю Америки. Ну, не знаю, как у вас. Да, похоже, и у вас там организуются некие мероприятия массовые, и в том числе с участием выходцев из бывшего Советского Союза. И у нас организовывались какие-то мероприятия, приуроченные к выборам. И в них принимали довольно активное участие выходцы из бывшего Советского Союза. Все те 100 человек, которые туда ходят из раза в раз, я знаю по именам. Понятно. А живет у нас в Калифорнии 300 тысяч. Ну и у нас примерно такое же количество проживает, но, к сожалению, массовости особо не отличаются. Но, скажем так, просыпаются постепенно, просыпаются. Буду надеяться. Очень надеюсь, что они проснутся еще до того к молоткам по голове стукнуть. Леон, огромное спасибо. К сожалению, времени больше не остается, а посему до встречи в следующий раз. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok